Что касается для нацификации и так далее, это дело самих украинцев. Мы не можем за них там все это делать. Ты говоришь, полтора миллиона надо? Я приводил цифры, какие мы использовали в Германии, в Восточной Германии, для населения было порядок меньше. Мы что, хотим влезть туда в Новый Афганистан, только еще хуже? Там население больше. И оно более продвинутое в плане обращения с оружием. Нам это не надо. Хватит, мой отец, сам. Армия выполняет задачу. Пусть работают дипломаты, какие-то другие структуры и решает эти задачи. Армия, я еще раз говорю, что первый раз не может быть инструментом решения всех задач. Золотые слова. Эксперт в эфире передачи Соловьева, программы Соловьева, говорит, что армия не может быть инструментом решения всех задач. А что у нас внутри России происходит? Ведь это же показывает, как привыкла решать вопросы, проблемы, ситуации. Путинская система. Все эти последние 20 с лишним лет. Протесты, митинги, люди чем-то недовольны. Начнем реформы? Нет. Реформы можно пообещать, изменения можно пообещать. Но на самом деле мы увеличим численность Росгвардии, внутренних войск. И Росгвардия будет митинги разгонять людей дубинками метелить. Все, вопросы решены, проблемы решены. Вы что думаете, что ради Украины система научится развивать мягкую силу? Вести качественную информационную работу? О чем я уже язык стер рассказывать, сколько провалов именно в информационной борьбе было допущено. Я уж не знаю, сколько у меня там врагов за это время появилось в Минобороны, в администрации президента и так далее. Это не касается как таковой военной спецоперации. Это касается того, как освещаются эти события. Точнее, не освещаются. Ну и вот, пожалуйста, да, армия не сможет деноцификацию проводить. Одного закона о том, что надо запретить ультрарадикальные националистические нацистские движения на Украине, этого мало, простите. А что надо еще делать? А никто не умеет. В России не осталось тех специалистов, которые имеют непосредственный опыт работы вот с этими вещами. Что надо делать с образованием, чтобы формировалось у людей правильное, адекватное мировоззрение? Что у нас делают в плане образования? Об этом я готовлю отдельный ролик. Там тоже есть о чем поговорить. Но вот прямо сейчас мы на Украину отправляем 40 тысяч учебников для школьников. Но вот с точки зрения даже психологии, дети, школьники, 10 лет, 12 лет, 15 лет, они переживают страшнейшие дни, недели в своей жизни. Они, их родители, их бабушки, дедушки, их учителя могут быть в любой день убиты. Падают бомбы, рвутся снаряды, родители отправляют на фронт, родственников отправляют на фронт. У всех людей паника. И сейчас им дают русские учебники. Вы думаете, для детей это символ мира и новой жизни? Нет. Это символ войны. Вы понимаете, какую связь в психике у детей сейчас установят этим простым жестом? Российские учебники. Страх смерти. Это самые ненавистные будут предметы на всю жизнь. Кто это делает? Спасибо представителям наших дорогих правящих партий. Единороссы тут активно выступают. Справедливороссы некоторые подключились. Вообще не понимая, как работает система образования, что такое детство и как это все может сказаться повлиять. Концерт стендап-комика Нурлана Сабурова в Чикаго был отменен после обращения генерального консула Украины в США к организаторам площадки. Ему не понравился отказ артиста осуждать военную спецоперацию России на Украине. Ситуация нелепая, потому что Сабуров уроженец Казахстана и принципиально не хочет лезть в политику. Причем понятно, что на Западе принимают только одну позицию, их собственную. На самом деле ситуация и смешная, и неоднозначная. Штука в том, что его концерты в интернете рекламировались и продвигались как концерты в поддержку Украины. В поддержку мира. Изначальная. Изначальная позиция. Но когда люди туда приходили на концерт, собственно, А Сабуров отказывался высказаться по этому поводу. А что? Говорит, я казахстанец, я не россиянин, Путин не мой президент и Зеленский не мой президент. Я хочу, чтобы все было мирно, но я не буду об этом ничего говорить и так далее. Людям это не нравилось. Людям хочется чего-то более серьезного, более жесткого. И вот закончилось тем, что украинский генконсул, то есть украинский чиновник, Попросил американские власти запретить его концерт. Чужая среди своих. Эта история еще веселее. Это просто, просто что-то с чем-то. Украинцы в Берлине пришли к редакции Вельт И потребовали уволить бывшую сотрудницу российского первого канала Марину Овсяникову. Вы помните эту даму, которая в эфир первого канала программы «Время», когда за пультом, не за пультом, простите, а за дикторским местом на месте ведущего сидела Екатерина Андреева, икона программы «Время» с плакатом «Остановите войну! Мы за мир, мы против войны! Тут вам врут!» И вот она быстренько устроилась в одной из крупнейших европейских информационных агентств. Украинцам это не понравилось. То есть журналистка, которая на российском телевидении осудила войну, но она же русская, значит она враг, значит все равно ей не место в Европе. Это роскошно, друзья мои. Штука в том, что люди, у которых настолько искривлены мозги, они опасны сами для себя, и поэтому даже если вот просто каким-то чудом заморозить ситуацию на той позиции, которая есть сейчас, то в перспективе нескольких лет, трех, пяти, десяти лет, на Украине все будет гнить, гнить и саморазрушаться. И в стратегической перспективе, конечно, там камня на камне не останется. Главное предоставить их самим себе. А вот если у них есть общий враг, если они могут сконсолидироваться против Путина, России, русского языка и так далее, это им жизнь значительно упрощает. Марина Овсянникова известна тем, что устроила в прямом эфире российского телевидения акцию против проводимой вооруженными силами РФ спецоперации. Как считают митингующие, Овсянникова, которая после скандала перешла на работу в немецкое издание, скорее всего, засланный казачок. Поэтому ей не место в уважаемых европейских СМИ. Не исключено, что ей руководит рука Кремля, считают пришедшие. Она долгие годы работала на российском ГОСТВ и не может в западном медиа писать об Украине. Уверенность ведомые украинские активисты и числа беженцев в Германии. Между тем, Запад очень грамотно и масштабно взялся за поддержку Украины. Очевидно, что это стоит очень много, очень дорого. Это, конечно, впечатляет. Лондон, Рим, Нью-Йорк, Вашингтон, Амстердам, Стокгольм, другие города 15 изрубежных стран заполняют плакаты об украинской смелости, которые подаются как национальная черта. Красиво работают пиарщики Белого дома, агентства Дэнсу, Пабликс, Групп и ОМД, официальные медиапартнеры компании. То есть крупнейшие пиар-агентства, которые умеют проводить глобальные пиар-акции, вот этим сейчас занимаются. Поддержка Украины. Будьте смелы, как Украина! Украина — это столица смелых людей и так далее, и так далее, и так далее. Кому это выгодно, зачем это нужно? Мы это с вами уже обсуждали. Это вполне может быть поддержано и проспонсировано оборонно-промышленным комплексом Соединенных Штатов Америки. За последние несколько месяцев, где-то два месяца и много месяцев вперед, американский военно-промышленный комплекс получает колоссальные заказы, колоссальные бабки, выделяются на производство авиации, тяжелой техники, бронетранспортеров, вооружений, средств связи, обмундирования, экипировки и так далее, и так далее. Это десятки миллиардов долларов, возможно, сотни. То есть весь мир еще год назад ожидал возможного так называемого воссоединения Китая с Тайванем. Мы об этом в другой раз поговорим еще раз. Там тоже есть интересные новости. Это будет и новый виток кризиса, торговая и экономическая война Китая против Америки, санкции против Китая. Конечно же, будет опять же покупаться азиатскими странами военная техника, а не дай бог китайцы к нам вторгнутся и военную технику будут покупать и Вьетнам, и Мьянма, и Камбоджа, и Южная Корея, и Япония, все кто угодно. Но европейцам кризис в Китае был бы примерно пофигу. Ну то есть Китай далеко от Европы. А вот сейчас, благодаря российско-украинскому кризису, европейцы очень много денег передают американцам, которые, как известно, одни из крупнейших в мире поставщиков вооружений. Поэтому, естественно, вложения оборонно-промышленного комплекса в эту украинскую тематику вполне оправданы, легко окупаются. Между тем, самим немцам это уже начинает надоедать. В Германии запустили петицию, чтобы добиться отставки украинского посла. Немцы запустили онлайн-петицию, целью которой должна стать отставка с должности украинского посла в Германии Андрея Мельника, который не раз признавал Россию враждебным государством. Вся риторика и деятельность Мельника возмущает немцев. Дипломат уже успел раскритиковать и господина Штайнмайера за организацию благотворительного концерта с российскими исполнителями. В Германии считают, что посол больше не соответствует требованиям дипломата, поэтому его нужно немедленно выслать. Инициативу за два дня поддержало 25 тысяч человек. Между тем, господин Мельник зашел слишком далеко. То, что когда-то было смелым поступком украинского посла, теперь выродилось в ненавистнические высказывания против немецкой политики. Его заявления оказались неблагодарными и беспочтенными по отношению к немцам. Кроме того, его требования привели бы к экономическому кризису в нашей стране или к активному участию НАТО в войне. На самом деле, если бы за эти 8 лет наша Russia Today, наша Маргариточка Симоньян занималась делом, а не снимала фильмы про Крымский мост, у нее была простая конкретная задача – изо дня в день показывать бойцов Азова и правого сектора с татуировками свастики на груди. Сколько таких фотографий было? Много. Я еще когда 7-8 лет назад следил активно за деятельностью Ширия, у Анатолия было полно материалов на эту тему. Надо было просто хотя бы раз в неделю специальные передачи на немецком языке. Ребята, помнится, у вас есть родовая травма на генетическом уровне, что вы Гитлера взрастили? А вот тут ваши коллеги, тот же Штайнмайер, осуществлял госпереворот Майдана на Украине, в результате которого вот такие вот Азовы, правые секторы и прочие-прочие же с ними, Айдары там еще есть, они вообще-то у власти на Украине, со свастиками. Перечитывают там Майнкампф. Вот чем надо было заниматься. Это я что рассказываю? Какой-то бином Ньютона, высшую математику, квантовую физику. В тюменских школах. Вот, вот, вот такую пропаганду у нас вести умеют. В тюменских школах отличников посадят за специальные геройские парты. Только лучшие ученики получат право сидеть за партой, на которой рассказывается биография героев России. Зря не допилили идею. Надо было в дополнение сделать парты с антигероями. Пятая колонна, за которой можно было бы сажать двоечников. Двоечников. Опять же, с точки зрения психологии, что это за хрень? А как вы будете определять лучших учеников, не лучших учеников? А в какой момент дети должны будут читать эти вот биографии? В какой момент? А если дети начнут эти парты разрисовывать? Проект «Новая школа» решил таким образом, судя по всему, прорекламироваться. Вот это вот, это и есть ваша новая школа? То есть вы поймите, ребенок, который изо дня в день сидит на этой парте и слушает самую разную информацию, для него это перестает быть ценной информацией. Это рутина, это обыденность. Да, я сижу за этой партой, потому что я хорошо учусь, у меня хорошая память, и родители мне помогают, у меня есть репетиторы, и проблем у меня никаких нет. Я хороший ученик, поэтому я за этой партой. А кто там? Что там? Шадрин Роман Александрович? Да-да-да, я сидел за этой партой три года, я выучил эту фамилию. Да-да. Был такой, был такой. Ну, какой-то там был. Происходит стирание. То, что ты видишь каждый день, не производит на тебя никакого впечатления. И эти люди со стеклянными глазами, уже выросшие, будут толкать речи, кивать, когда надо, когда не надо, не кивать. И все. Это не воспитание патриотизма. Это иллюзия, имитация бурной деятельности. Это позор тем людям, которые делают такие проекты. Просто позор. В информационном поле появились жалобы на то, что, дескать, Рутюб очень сложно зарегистрироваться. И вообще ничего там не понятно. Друзья, вы что-то слышали про Рутюб? Я уверен, слышали. Есть такая площадка, альтернативная Ютубу. Ютуб могут в любой момент заблокировать, поэтому Рутубом сейчас многие интересуются. Кто-то жаловался на то, что там сложно зарегистрироваться? Это одна из моих любимых историй. Вот когда спрашивают, кого там инквизиция сжигала на костре, говорят про Коперника и Галилея у Галилея. На самом деле Коперника не сжигали, Галилея у Галилея тем более не сжигали. Сжигали Джордана Бруно, фамилию которого и имя которого часто даже не вспоминают. Так вот, у Галилея у Галилея был вообще очень интересный суд. Его должны были судить, но у него была родственница, очень влиятельная настоятельница монастыря, недалеко от Рима. И они его отмазали вообще без проблем. Когда начался церковный суд, вышли, значит, обвинители. Естественно, заранее с ними все обговорили, что надо, как сказать. И сказали, так, Галилея у Галилея обвиняется в том, значит, что он ворует коз, и он говорит, что земля круглая. Кто-нибудь видел, как Галилея у Галилеи ворует коз? Свидетелей нет. Все, обвинения сняты, Галилея у Галилеи свободен. Потом там еще был суд, там все-таки к ссылке его приговорили, куда его сослали, к собственной сестре в монастырь, где он абсолютно спокойно провел пару лет и вернулся к себе. А вот здесь то же самое. Какие проблемы с Рутубом? То, что это хрень собачья. Никто не жаловался над тем, что там сложно зарегистрироваться. Все жалуются над тем, что им пользоваться неудобно. Там мало контента, там мало зрителей. Там под роликами даже не написано, сколько просмотров было у этого ролика, сколько человек посмотрело. Там непонятная система с комментариями, там непонятная система, как поделиться этими роликами. Слава богу, у них есть хоть какое-то худо-бедное приложение на телефоне. Там очень странная система рекомендаций. Короче говоря, там у блогеров есть конкретный список, совершенно конкретный список претензий к этому самому Рутубу. Но вы же не видели, как руководство Рутуба ворует коз? Поэтому мы вам расскажем, что там легко зарегистрироваться. Проплаченное, огромное количество проплаченных постов. Равно как вот на этих героических партах кто-то пытается просто пропиариться. То же самое. Рутуб активно пиарится, они готовятся в любой момент заменить Ютубчик. Они хотят на этом зарабатывать. Я напомню, Ютуб это сайт, большинство пользователей, которого за пользование ничего не платят. Но Ютуб и Гугл как коммерческая платформа, как коммерческая организация, зарабатывают колоссальные деньги. За счет рекламы, конечно, за счет рекламы. Поэтому ролик о том, как зарегистрироваться на Рутуб, это что-то с чем-то. На запрос в СМИ в Главном следственном управлении Следственного комитета России заявили, что в их производстве нет дела в отношении начальника 5-й службы ФСБ РФ Сергея Беседы. О том, что это ведомство введет в отношении беседы дело, сообщила агентура. Это же издание уверяло, что вместе с беседой был задержан его заместитель Балюх. Однако, как выяснил ВЧК УГПУ, Балюх был уволен из ФСБ еще в 2015 году. Пожалуйста, есть издание агентуры. Оно, как я понял, я попытался пойти по ссылочкам. Оно в России, как я понял, заблокировано. Не знаю, что это и на агент или экстремистская организация, на всякий случай обозначим. Они говорили о том, что идут массовые расследования в отношении офицеров ФСБ. Как выясняется, если каких-то ФСБшников задержали, то не Беседу и не Балюха. На самом деле, они все-таки пока что не под следствием. Так что агентура села в лужу. ВЧК УГПУ это в деталях разбирает, объясняет и так далее. С другой стороны, издание «Русская пресса» макает в жиденькое ВЧК УГПУ. Пока весь Телеграм соревнуется, кто быстрее выставит фотографию задержанного Медведчука, мы со смехом наблюдаем, как наши коллеги из ВЧК УГПУ спешно подчищают свои посты с информацией от источников в спецподразделениях о спасении этого украинского оппозиционера. Так бывает, когда всей аудитории пытаешься доказать, что вся спецоперация по вводу войск в район Киева проводилась исключительно с целью освободить Медведчука из-под домашнего ареста и вывезти его в Москву. Причем заверяешь, что Медведчук уже освобожден, спасен и вывезен. А после того, как выяснилось, что Медведчук все это время находился в Киеве, и вот его достали из подвала СБУ, ребята быстренько зачистили лажу со своего канала. И смех, и грех. Ну да, пожалуйста, агентура РУ плохое издание, фейкометит, ВЧК УГПУ тоже фейкометит. Друзья, вот, к сожалению, приходится констатировать, что огромное количество изданий, блогеров отдельных, целых средств массовой информации, они занимаются только одним. Они пытаются показать себя, зарабатывают для себя политические очки. Им очень важно показать, что вот конкуренты, они плохие, они распространяют фейки. На самом деле у нас должны быть, конечно же, совершенно другие цели. Наши цели должны быть пробитие океана дезинформации, информационной блокады, распространение правды, постановка и пропаганда адекватных целей, целей развития страны, процветания страны. Вот о чем надо говорить, в первую очередь. А вот эта грызня постоянная, что в левом лагере, что просто в оппозиционном лагере, что вот какую тусовочку не возьмешь, вот расследователи рассказывают обычно про жуликах, коррупционеров, кого там арестовали, должны арестовать, собираются арестовать, задержать там за такие-то, такие-то провинности преступления. И вот, опять же, простите, срач. Друзья, если у вас есть потенциал, если у вас есть желание, присоединяйтесь, заводите свои каналы, учитесь делать ролики, учитесь писать сценарии, статьи, заметки. Вы нам очень нужны. Нам понадобятся многие тысячи, десятки тысяч профессионалов, в каждой сфере деятельности, в каждой. Если у нас сейчас пресс-службы есть у каждого губернатора, у министра, у каждого ведомства, в каждом регионе, а работают там просто симпатичные девочки, которые обладают низкой социальной ответственностью и не продвигаются в этой жизни через постель, профессионалы из них, как правило, так себе. И поэтому население региона часто не знает, что вообще делает власть, зачем делает, почему делает. Потому что эти девочки, они работают не для людей, они работают для своих папиков. И даже им надо подобрать будет адекватную замену, иначе наша страна не будет развиваться. И так вот, куда ни глянь, куда ни обрати взор, дипломаты, Минобороны, Росгвардия, пропаганда, пресс-служба, все, все прогнило. Вместе мы сила, дорогие друзья, готовьтесь. Нам предстоит закатать рукава и брать всю эту ситуацию в свои руки. До новых встреч. Пока.